Сегодня поговорим о том, что должно быть в гардеробе каждого мужчины. Ваша минимальная база. Давайте начнем с обуви. На мой взгляд, в гардеробе каждого мужчины должна быть как минимум одна пара обуви кэжуал стиля, одна пара туфель и одна пара ботинок. Говоря о кэжуал обуви, у вас есть богатый выбор. Можно попробовать начать с белых кроссовок. Хорошая сторона этих кроссовок, их можно надеть с очень многими вещами. Единственный минус, они быстро пачкаются. Скажем, если вы не хотите заморачиваться на этот счет и ввозиться с пятнами, тогда берите себе черные. Особенно с черной подошвой, чтобы не было видно никаких пятен. Если же вы хотите что-то, чтобы это выделялось, как у этих, у них синяя кожа, бежевая подошва и немного коричневого. Но вы хотите повысить планку еще немного, тогда почему бы не попробовать такое вот. Смотрите, какая тут подошва. В этом фишка более деликатная, утонченная подошва. Зеленая замша, конечно, не так просто сочетается с другими вещами. Но допустим, вы хотите что-то более нарядное. Тогда можете попробовать что-то с более классическим дизайном, но сделанное из замши с перфорированной кожей. Это привело нас к туфлям. Отличным выбором, если вы тем более не так часто надеваете туфли, будут кэжуал лоуферы. С таких вот можно запросто начать. Но, скажем, вы часто носите костюм. В таком случае, вам лучше взять себе туфли, которые будут смотреться с вашим костюмом. Например, как эти коричневые. Если вы хотите быть более стильным, тогда попробуйте такие вот двойные монки. Если же вы только начинаете и покупаете себе первую пару туфель, а костюм вы носите часто, тогда лучше взять пару классических Оксфордов. Давайте перейдем к ботинкам. Как и с туфлями, есть очень много вариантов. Итак, вы часто ходите в костюме, вы живете в Нью-Йорке, тогда вам, наверное, пригодятся Челси. Скажем, вы предпочитаете что-то более кэжуал. Тогда возьмите пару чукки. Они будут хорошо смотреться с джинсами. В целом у них более кэжуал дизайн. Хотите что-то более солидное, тогда вам подойдут комбинированные ботинки. Такие ботинки будут отлично смотреться с ботинками и пиджаком. Хорошенько отполируйте их. Суть в том, что ботинки очень сильно привносят разнообразие. Следующий предмет – это штаны, также известные как брюки. Существует большое разнообразие. Давайте разберем в деталях. Две пары темных джинс. Их можно надевать как более нарядно, так и попроще. В Америке, как и во всем мире, это будет одежда, которая привносит наибольшее разнообразие в гардероб. Поэтому очень важно, чтобы они были вам по размеру. Также вам лучше выбрать тот стиль, который подчеркивает ваш тип тела. Инфографика про это будет в описании. Далее идут слаки. И вам нужно минимум две пары. Какие именно выбрать? Существует много разновидностей. Серые фланельки, я говорил о них, особенно если вы живете там, где бывает прохладно. Серый в целом прекрасный цвет для брюки штанов. Они будут отлично смотреться практически с любыми рубашками, пиджаками и обувью в вашем гардеробе. Что насчет загородных штанов? Я видел такие. Это будет довольно-таки хороший выбор. Главное в таких штанах, чтобы они не были слишком кэжуал. Что же насчет хаки? Хаки хорошие штаны, пока они на вас отлично сидят. Что сказать о чинос? Бежевые просто отличный выбор для начинающих. Далее одна пара шорт. Конечно, если вы живете в жаркой зоне и вы понимаете, как носить повседневные вещи, тогда, конечно, можете взять себе и больше пар. Но просто мне кажется, что большинство мужчин не понимают, насколько шорты являются кэжуал стилем и насколько трудно подобрать шорты под свой тип тела. Вместо этого лучше поискать тропические шерстяные брюки. В них будет комфортно и прохладно. Далее идут цветные рубашки. У нас есть два типа. Нарядные рубашки и простые рубашки. Итак, нарядные рубашки – это, пожалуй, самый формальный стиль. Они обычно расцениваются как нижний слой одежды, и сверху них всегда должен быть пиджак. Обычно у нее будет один карман сбоку, либо вообще не будет. У нее нет аппалетов, и ее дизайн очень простой, минималистичный. Обычно она одноцветная, в полоску или в маленькую клетку. Кэжуал рубашки, как понятно из названия, будут более кэжуал. Они будут более стильные. Можно найти большое разнообразие стилей и паттернов. Можно увидеть двойные карманы с пуговицами. Также пуговицы на рукаве, чтобы можно было подвернуть рукав и пристегнуть его. На таких рубашках есть аппалеты на плечах, на воротнике есть пуговицы. На планке с пуговицами может быть ткань, которая выделяется на контрасте. Это особенности кэжуал рубашки. Я считаю, что у мужчины должно быть минимум 7 рубашек. Если вы носите костюмы и пиджаки, тогда 5 нарядных рубашек и около 2 кэжуал. Если вы наоборот более кэжуал стиля, тогда 5 кэжуал рубашек и 2 нарядных. Следующий предмет в нашем минималистичном гардеробе, друзья, это бесцветные топы. Я говорю о футболках и о Хенли. Важным замечанием будет то, что футболки и Хенли нельзя подшить и подогнать под себя, как рубашки, о которых мы говорили ранее. Поэтому мы будем их носить такими, какими купили. Так что очень важно, когда вы их покупаете, чтобы они были точно вам по размеру. Футболки лучше всего брать одноцветные. Белые, черные, синие, красные, темно-зеленые. Много вариантов. Может, стоит попробовать V-образный вырез. На некоторых типах тела они отлично выглядят. Вы взяли футболку, подходящую по размеру, с вырезами темного цвета. Давайте поговорим о Хенли. Мне они нравятся, потому что они не так часто встречаются, как футболки. С коротким рукавом или длинным, все зависит от вас. Мне нравится длинный рукав, потому что его можно немного подкатать. Далее у нас идет костюм, спортивный пиджак и блейзер. Я считаю, что по два предмета в гардеробе. Можно делать микс, если вы носите костюм каждый день, тогда вам, наверное, захочется больше, чем два. Итак, в чем разница между костюмом, спортивным пиджаком и блейзером? У костюма пиджак и брюки сделаны из одного материала. Они в основном темные. Спортивные пиджаки в основном светлые. Блейзер обычно более темных цветов. Темно-синий, иногда можно увидеть в них морскую тематику. Например, золотые пуговицы с якорями. Итак, куртки. Две вещи. Одна высокого стиля, вторая высокофункциональная. Высокофункциональная будет защищать вас от окружающей среды. Если вы где-то на севере, например, Миннесота, тогда да, хорошая парка и парочка других курток будут в самый раз. Если же вы в Сиэтле или Южной Калифорнии, хорошая ветровка пригодится. Строгого стиля, темного цвета, которую можно надеть поверх костюма, если на улице идет дождь. Давайте обсудим модную куртку. Ту, которую, когда вы надеваете, то чувствуете себя на миллион баксов. Может это замшевая куртка или кожанка. Такая куртка, которую вы надеваете и получаете много комплиментов от людей. Вот что мы ищем. Что-то, чтобы вы носили и чувствовали себя великолепно. Пробежимся по аксессуарам, шляпы, очки, часы. Друзья, рекомендую посмотреть это видео по аксессуарам. Пять аксессуаров, которые должны быть мужчины этим летом. Переходите на это видео. Оно вам точно понравится. Продолжение следует...